Сегодня у нас лекция об Иване Сергеевиче Шмелёве. Должен сказать, что я до некоторого времени не знал этого писателя. И встреча с ним произошла внезапно и неожиданно и таким странным образом. Дело в том, что мы с другом решили приехать в Третьяковскую галерею, в инженерный отдел, где находилась выставка местных талантливых художников. Мы приехали на машине и остановились на углу Лаврушинского и Большого Толмачевского переулков. Едва мы вышли из машины, как передо мной вырос такой невысокий постамент Шмелёва. Об этом я прочитал на постаменте. Было написано, кто это. Честно говоря, до этого времени я мало слышал об имени Шмелёва. И ещё более честно говоря, я не читал его вот до того самого времени, как мне пришлось готовиться к этой лекции. Это была такая ошибка памяти, или точнее знания великой русской литературы, которая, как мне казалось, в эмиграции в русском зарубежье заканчивалась именем Ивана Алексеевича Бунина. И вот сейчас фигура Шмелёва выдвинулась вслед за Буниным, как фигура первой величины нашей литературы. Надо сказать, что этот постамент, памятник, был поставлен не случайно на этом месте, потому что это за Москворечье, а Шмелёв, уроженец Кадашевской слободы, за Москворечье. То есть за Москворечье – это его родина, это его детство, юность, и это составляющая мощь его последующих книг. Знания этого за Москворечье, и особенно Москворечи. Ведь Москворека для нас сейчас – это просто вода, которая протекает между берегов, между набережных. В то время, когда Шмелёв был мальчиком, это была река, которая питала город всем. В ней была и рыба замечательная. А в такие весенние дни, когда начинался ледоход, там рубили лёд, чтобы затем прятать его в погребах, где хранились всё лето продукты. Всё это наблюдал Шмелёв, будучи мальчиком. У него есть замечательная книга, которая называется «Лето Господнее». Написана она в 30-х, на 40-х годах. Это, собственно говоря, воспоминания семилетнего мальчика о своём детстве, о своём отце, о людях, окружающих его, о Москве, России, наконец. Детство Шмелёва протекало в купеческой семье. Он был купеческого звоняк. Как и его дед, так и его отец. Дед Шмелёва, кстати, строил Крымский мост. Первый Крымский мост был построен его дедом. И был построен из дерева. И всегда, как говорили знающие люди, он пах сосной, лесом, вот глубиной России. Затем в 1873 году поставили известный нам железный Крымский мост. Но дед Шмелёва на этом предприятии прогорел только потому, что он отказался давать взятку чиновникам, которые ведали строительством этого моста. То есть были его кураторами, так как всю работу выполняли люди деда Шмелёва. Он отказался взять взятку и, конечно, понёс огромные потери в деньгах. И после его смерти остался каменный дом и три тысячи рублей всего. Но отец Шмелёва, Сергей Иванович Шмелёв, был замечательный человек. Это было воплощение русского человека, который предан труду. У него была своя плотничая артель, если можно так выразиться. Примерно 300 работников работали на него. Он был подрядчик. Он принимал заказы, а эти работники выполняли эти заказы. Это были в основном заказы, связанные опять-таки с плотницким делом, с деревом. Причём эти люди, которые служили у него, они даже строили подходы к храму Христа Спасителя и в самом храме Христа Спасителя выполняли плотницкие работы. Одним словом, это было широкое поле труда, которое с детства пошло в сознание Шмелёва как, может быть, основное свойство русского человека. Конечно, он наблюдал и спады какие-то в жизни этих людей. Бывали люди, бывали им случаи, когда запивали работники, но они потом с новой силой возвращались к труду. А самое главное – это были люди глубокой, искренней, православной веры. Вот действие «Лето Господне» – одно из главных вещей Шмелёва. Протекает во время царствования Александра Николаевича, как они говорят. Так они называют царя Александра II. Он был Александром Николаевичем. Значит, это 70-е годы XIX века. Шмелёв родился в 1873 году. И к несчастью, его замечательный отец, которому посвящено много страниц в этой книге, разбился, когда скакал на лошади. Лошадь поскользнулась, он упал, ударился головой о камень. И, короче говоря, Шмелёву было семь лет, когда отец ушёл. То есть, это произошло, очевидно, раз в семь лет, после 73-го года, это было в 1880-м году. То есть, за год до покушения и убийства царя Александра II, освободителя. Вот этот кусок жизни России, который Шмелёв охватывает в своей книге, причём когда читаешь её, то поражаешься подробностям, которые помнят его уже взрослое сознание о том, что чувствовал ребёнок в то время. Какая это была жизнь. Вот в их доме в каждой комнате были птицы птепевчие, были соловьи, канарейки, были дрозды. И отец очень любил пение птиц, и мальчик привык к этому. Он привык к тому, что когда люди, когда дом готовился к великому посту, то снимали занавески, мыли полы, и в доме создавался такой постный уют. И ели постное, и жили скромно, и молились все, кто там жил. Вот эта искренняя вера в Бога была привита мальчику и отцом, конечно, и неким Горкиным, который служил у отца и был тоже по плотницкому делу. Замечательный человек, добрый очень, и во многом прощавший мальчику его шалости, его непонимания того, что надо делать и так далее. То есть я хочу сказать, что Шмелева с детства окружались замечательные русские люди. Это не был рай земной, но это и был рай. Рай в том смысле, что все эти люди жили трудом, трудом и молитвой, которая всякий раз была разная. Наступало Рождество, приходили другие молитвы, приходил другой облик дома, наконец, другая пища, потом была Масленица, потом наступала Пасха, и вот торжество, красота этого праздника очаровывали маленького Шмелева и очаровывает до сих пор нас, когда мы это читаем. Мы вчитываемся в эту книгу и думаем, боже мой, какая же на Руси была жизнь полная, достаточная и совестливая. Привыкнуть к этому нам, людям, 21 века очень трудно, но когда вникаешь в это, то проникаешься любовью к автору прежде всего, ну и, конечно, к России, которая там воссоздана. Вот Москва-река это как бы образ России, которая живет, которая питает людей, которая как Волга всю Россию, так питает Москву и Центральную Россию. И вот за Москварику держится все в этой книге. В такой степени, что хочется вернуться в это время. Шмелев теряет отца, остается с матерью, совершенно другой женщиной по сравнению с отцом, более жестокой, суровой, которая не прощала ему никакого, никаких ошибок, никакого мальчишества и раннего непослушания. Он даже изведал розги при матери. Но она, тем не менее, окончила войну. Институт благородных девиц, была грамотная женщина, прекрасно знала русский язык и русскую литературу. И, безусловно, влияние матери в этом смысле несомненно. Сначала Шмелев поступает в гимназию, затем он заканчивает Московский университет, юридический факультет Московского императорского, как тогда говорили, университета. человек этого он некоторое время служит в армии, а потом становится чиновником казенной палаты и проживает по этому случаю 8 лет в городе Владимире, где сейчас на доме, где жил служивый Шмелёв, есть мемориальная доска. Надо сказать, что эта встреча с памятником Шмелёву потом развелась исторически каким образом? В то время это обстоял просто памятник ему. А теперь это сквер. В 2014 году был открыт сквер имени Шмелёва. Вот в самом центре Самоскворечья. Ну, начинается февральская революция. Шмелёв приветствует её. Её даже едет в Сибирь встречать освобождённых политкоторжан. Всё это на религиозной основе делается. На любви к человеку страдающему. Человеку, которому нужна защита и помощь. В 1911 году Шмелёв печатает свою знаменитую повесть «Человек из ресторана». Эта повесть была экранизирована в немом кино режиссёром Протазановым. И главную роль в ней слугу-официанта одного из богатых ресторанов Москвы исполнял Михаил Чехов, племянник Антона Павловича Чехова. Я помню, мне мой отец рассказывал об этом фильме с восторгом, который он видел, конечно, давным-давно. Повесть «Человек из ресторана» стоит рядом с другой повестью раннего Шмелёва, которая называется «Гражданину Клейкин». Такое ироническое название посвящено несчастному человеку, сапожнику, нелюбимому в семье, и да нелюбимому и людьми, потому что он всё время хочет выразить себя помимо своего шития сапог и так далее. Он выходит на улицу, он говорит, что он думает о праве, о тех, кто правит в Москве, говорит громко, и полицейские жандармы, то есть полицейские его останавливают. Он пытается вырваться на свободу какой-то независимости, свободы внутренней. И тут 1905 год, 17 октября, знаменитый манифест Николая II, который разрешает свободу выборов депутатов Государственной Думы. И вот этот маленький человек, пьющий, бедный, как говорил сам Шмелёв, заплёванный, он идёт на эти собрания, голосует там за депутатов, ему кажется, что он участвует в большом общественном деле, может быть, решающем судьбы России. Но всё это, оказывается, не так. Его выбрасывают из этой среды, среды людей, которые рвутся к власти, и он погибает, рано умирает. Что касается человека из ресторана, то его фамилия Скороходов, он не молод, у него есть сын, дочь, он женат, правда живёт в квартире рядом с каким-то подлым доносчиком, который доносит на его семью, в частности, на его сына Николая, который, ввиду времени, уже примыкает к социалистам, к той части протестной молодёжи, которая в то время уже стала доминировать среди просвещенной части студенчества или гимназистов. сын Скороходова был гимназистом. Вот эта трагедия вмешивается в такую спокойную, казалось бы, жизнь маленького человека. Ведь кто он такой? Он официант. Он, по существу, слуга. Ему могут крикнуть, что хотят, назвать его как угодно, могут бросить ему деньги, а могут посмеяться над ним, потому что он слуга. Он всего лишь слуга, который должен подносить заказанные блюда посетителям ресторана и делать это исправно, быстро и искусно. Он делает это. Он прекрасно видит, как живет ожиревшая часть Москвы. Какие-то мошенники, какие-то нечестные купцы, дельцы, которые, как говорят, гребут деньги лопатой. И вот на эти деньги они приезжают гулять в этот богатый ресторан. Они заказывают, что хотят. Они едят павесную икру и все, что есть на русском столе. стол ломится от этого. И вот эта атмосфера такой ложно-аристократической жизни меньшинства богатых людей Москвы видит этот человек. Он, конечно, в душе страдает от того, что он всего лишь должен обслуживать этих часто грубых и позволяющих себе обращаться с ним как со слугой людьми. вот судьба маленького человека. Сын уходит в социалисты, дочь становится любовницей какого-то негодяя, у нее должен появиться ребенок, жена его умирает от разрыва сердца, потому что жить в одной квартире с подонками, которые ходят в полицейское управление, доносить на своего соседа, она не выдерживает, и она рано погибает. У этого человека появляется одна мечта, самая счастливая, построить где-нибудь домик себе и своим детям, и жить там. Садик рядом, огородик. И вот однажды поздно ночью, обслуживая богатых посетителей, он обнаруживает, что по всей комнате или зале, или отдельному номеру рассыпаны деньги. Эти люди бросали деньги, не забывали о них, и он собирает эти деньги, и это оказывается очень большая сумма, на которую он мог бы построить себе этот домик. Но поскольку это честный русский человек, совестливый, он приходит на следующий день, приносит эти деньги и просит этих, даже забывших уже все, что они делали, как они эти деньги бросали, людей взять их назад. Ну, повесть «Человек из ресторана» сделала Шмелева известным писателем. она была издана во всех странах Европы 11 раз. То есть, это был блестящий дебют Шмелева на следующего традиции русской, великой русской литературы. современники видели герои этой повести и станционного смотрителя Пушкина, и бедных людей Достоевского, и, конечно, Акакия, как и Чабашмачкина из повести, из великой повести Гоголя «Шинель». Шмелев двигался по этому пути, наследуя то богатство, которое было оставлено нам девятнадцатым веком. Об этом говорит, кстати, и его язык. Язык Шмелева неповторим. Это не язык, не только замоскворечья, не только этих работных людей, которых он видел и которые воспитывали его по-своему. Это язык всей России. Живя во Владимире, Шмелев этот язык слышал. А это центр России, где есть алмазы русского языка. Все это было усвоено им. Наконец наступает событие революции уже семнадцатого года. Шмелев со своей женой, фамилия которой была охлотрония, красивая женщина, уезжает в Крым, который в то время был занят германскими войсками, чтобы скрыться от этой красной заразы, которая воцарилась в столице. Восемнадцатый год немцы и врангелевцы, которые там тоже воевали, уходят. И в Крым приходят красные. И вот здесь Шмелев, который сначала жил на квартире, а потом купил себе небольшой участок с домом, испытывает все ужасы эпохи, так сказать, красного террора. В 1923 году, когда Шмелев уже уехал из России, а уехал он в 1922 году, кстати, сказать, по просьбе Бунина, который писал ему письма, звал его уехать, обещал ему помощь и даже крышу над головой. И действительно, Иван Алексеевич очень помог Шмелеву. Он, во-первых, собрал среди русских эмигрантов значительную сумму денег, которая помогла Шмелеву первые годы существовать. Наконец, Шмелев поселился в Грассе на юге Франции, на виле, где жил. Бунин летом. И вот здесь Грася Шмелев пишет свою трагическую и великую книгу «Солнце мертвых». «Солнце» и «Солнце» светит всем. Оно освещает виноградники, оно освещает детей, оно освещает животных, оно греет и помогает жить всем обитателям этого острова, и она помогает растить и виноград, и яблоки, и инжир, и миндаль, чем только небогата крымская земля, и это дает солнце. Но в повести Шмелева солнце светит в глаза, тусклеющие глаза умирающих людей. В Крыму бесчинствует красный террор. Вот когда читаешь эту книгу, надо сказать, не без ужаса ты читаешь ее. Кстати, вот вам отзыв о ней двух людей. Оба они лауреаты Нобелевской премии. Это Солженицын Первый. Он пишет, это такая правда, что художеством и не назовешь. В русской литературе первое по времени настоящее свидетельство о большевизме. И Томас Манн, тоже лауреат Нобелевской премии, пишет, прочтите это, если у вас хватит смелости. Надо сказать, еще когда появился человек из ресторана, вышла статья Корнея Ивановича Чуковского о Шмелеве, вернее, об этой повести. И он написал, талант Шмелева – это талант любви. И это абсолютно точно. Это совпадает даже с мнением знаменитого русского философа Ильина, тоже эмигранта, с которым Шмелев, находясь в эмиграции, дружил с семьями. Они любили друг друга. И Ильин много писал о Шмелеве. В частности, сравнивая его с Буниным, он писал, «Бунин знает тьму, но не верит в свет». Представьте себе, находясь в этих ужасных условиях разоренного, опустошенного Крыма, где вот на глазах у читателя умирают дети от голода, умирают животные. Вот у Ильина был павлин в доме. Павлин умирает. Умирают курочки. Приходят красные и производят обыски и отбирают все ценное, что есть у людей. А потом расстреливают их без суда и следствия. Шмелев живет в Алуште на горе и видит, как по дороге на Ялту движутся автомобили, в которых едут красные комиссары. Или, как называли их местные люди, кумунисты. Кто эти люди? Вот когда читаешь эту повесть, читаешь о насилии, которое они в массовом виде осуществляют, собственно говоря, в своей стране, ты думаешь, откуда же взялась в русском народе эта нечисть, это отребье. И понимаешь, что это не русский народ, а это его подполье. Это подполье тех людей, которые жили в злобе, в ненависти, в зависти к тем, кто трудился и зарабатывал деньги трудом. Это распоясывшиеся матросы, красноармейцы, сытыми лицами, которые объедаются остатками еды, хранящегося в закромах Крыма. И убивают людей. Думаешь, господи, откуда же они взялись? В полу, что в Крым, к Шмелёву приезжает его сын, Сергей, который служил в добровольческой армии, то есть в Белой армии. Затем он уезжает в Феодосию, а служа в армии, он заболел чахоткой, он участвовал в Первой мировой войне, и здесь его арестовывают. сажает в подвал, где он три месяца проводит по существу, без еды, без воды, и без суда и следствия расстреливает его среди других тысяч безвинных людей. Примерно 120 тысяч человек погибли от этого красного террора. Кто возглавлял этот террор в Феодосии? Некий Белла Кун. Он был так называемый венгерский революционер или коммунист, который приехал делать коммунизм в России. Какое ему было дело до России? И, конечно, какое ему дело было до жизни русского человека, когда он истреблял его? И надо сказать, что эта революция после 1917 года, после нее в ЧК, в правительство, руководство государством пришли люди, не любящие Россию, иноземцы, так сказать, которые без суда и следствия творили там насилие. Что уж там говорить? Да ведь и Ленин... Кто такой Ленин? Смесь шведского с еврейским и с калмыцким. А кто такой Каменев? А кто такой Зиновьев? Кто такой Дзержинский? Кто такой Урицкий? Председатель Петроградского ВЧК. Это все не русские люди. Это пришлые люди от Роцки, командующие Красной Армией, которые решили вовлечь Россию в мировую революцию. А за счет чего? За счет кого? Почему отбирали у крестьян хлеб? Расстреливали их самолетов и танков, когда они противились этому. Разве могли русские люди это делать? Те русские люди, которых любил и описал Шмелев. Солнце мертвых состоит примерно из 32 новелл. И каждая из них страшнее Дантовского ада. Говорю об этом ответственно. Настолько безумно кровава эта жизнь. Жестока по отношению к земле, к деревьям, к цветам, к животным, к маленьким детям, которые умирают на наших глазах от голода. Люди стараются продать последнее, чтобы там фунт хлеба заработать. Но его быстро прогидавят. Кстати, Шмелева в эти жуткие дни выручила его повесть «Человек из ресторана». Он зашел в один из еще существующих там полушке ресторанов и попросил продать хлеба. Ему сказали «Нет хлеба». Он пошел к двери. Тогда вдруг человек выбежал за ним, остановил его и спросил «Это вы написали человеку из ресторана?» Он сказал «Да, для вас есть хлеб, мы вам дадим». появляется среди несчастных обреченных забитых людей, будь эти татары или русские населявшие Крым, которые могут помочь соседу, потому что все-таки Шмелев видит свет в людях. Он к тому времени уже глубоко религиозный человек, преданный православию, безмерно верующий в Господа, чему способствовала, кстати, его жена. И недаром Чуковский написал, что талант Шмелева это талант любви. Вот любовь пытается подняться отцы из-под этих руин, сбросить их с себя и хоть как-то чуть-чуть осветить это безмерное безумство ошалевшей красной братвы. Это бандиты, это грабители, это не люди труда, это люди безделья, привыкшие жить за счет других. И они даже Ялту переименовали в город Красноармейск. Солнце мертвых потрясло очень многих великих писателей, современников Шмелева. Эта книга стала книгой мировой литературы. Вы знаете, пять лауреатов Нобелевской премии стали поклонниками Шмелева. Это Киплинг, это Кнут Гамсон, это Томас Манн, он Солженицын стал лауреатом в 70-м году, уже Шмелева не было в живых. Это Сельма Лагерлев, шведская писательница, Кнут Гамсон, это норвежский писатель. Все они лауреаты Нобелевской премии. Особенную привязанность к Шмелеву, к его творчеству испытывал Томас Манн. Он писал письма Шмелеву, и он был одним из тех, кто выдвинул Шмелева на Нобелевскую премию. Это было в 1931, 1931 и 1932 годах. Мы знаем, что лауреаты Нобелевской премии имеют право на выдвижение на эту премию. Я хочу сейчас просто прочесть буквально несколько слов. Вот к нему в гости приезжает в Париж Томас Манн. Ему пишут Цельма Лагерлёв. Восхищаюсь вашим талантом художника. Герхард Гауптман, новый русский писатель, присоединяется к ряду крупнейших писателей прошлого. Роман Ролан, Киплинг, Кнут Гамсон. Все они принимают Шмелёва в свою великую семью больших талантов. Можно много очень говорить о Солнце мёртвых. Но он был прав, Томас Манн, когда говорил. Прочтите, если у вас хватит смелости. Должен вам сказать, что когда я прочитал эту вещь, я долго не мог прийти в себя. Да, я читал прекрасную книгу Бунина. На окаянные дни, тоже жестоко написанное о беспощадности этого режима красного, как бы уходит в сторону перед лицом великой трагической эпопеи Шмелёва. Во Франции Шмелёв пишет добавление к лету Господнему. Оно называется «Богомолье». Это 30-е, 40-е годы. «Богомолье» — это рассказ о том, как мальчик, семилетний мальчик Шмелёв, и окружение его отца, и отец ещё жив, едут молиться Троицко-Сергиевскую лавру, чтобы поклониться мощам преподобного Сергия Родонежского. Мы знаем, кто такой Сергий Родонежский. Один из объединителей Руси по существу. Правая рука Дмитрия Донского, который помогал ему во время Куликовской битвы. Ведь два знаменитых монаха были главными витязями армии Дмитрия Донского. Вот они едут в «Богомолье». И опять-таки мирное, спокойное, политое щадящим, ласкающим солнцем. Не тем, который убивает в Крыму, в солнце мёртвых. Оно не даром называется так. А вот таким ласковым летним солнцем они отправляются в Торо-Сергиевскую лавру, в тележки. Иногда идут пешком. И вот всё, что встречается в их дороге, наконец, приход в эту лавру, встреча с мощами Сергия Родонежского. Вот такая разлившаяся, как песенняя река, любовь Шмелёва к России, любовь к вере русской, тогда ещё живой и существовавшей. Мы знаем, что вот эти отбросы, отребья, надевшие красные звёзды и убивавшие по сто тысяч невинных людей, они не верили ни в какого Бога. К тому времени, в том числе наша интеллигенция, постаралась, чтобы обезбожить русский народ. А этому помогла, конечно, война, поражение в Японской войне, поражение в Первой мировой войне, падение царя. По существу расстрел патриарха большевиками. Всё это так опустило когда-то высокозвенящую и поднимающуюся до самого неба. Вот этот семилетний мальчик часто видит, как его душа поднимается туда, в небо. И это и есть чистая и прекрасная вера, сохранявшая души людей и позволяющая им жить. Позволяющая им делать всё друг для друга. Ну, что ещё сказать об этом? Шмелёв постоянно работает. У него выходит роман «Няня» из Москвы, где он описывает простую русскую женщину. У неё даже есть имя. Её зовут... Дарья Степановна Синицына. Это «Няня» из Москвы, прекрасно помнящая русскую старую речь, описанная в этом романе «Няня» из Москвы, которую очень хвалил Ильин. Надо сказать, что над головой Шмелёва пролетело тёмное облако. Это произошло во время оккупации немцами Парижа. Была создана газета «Парижский вестник», про-германская газета, которая предложила Шмелёву печататься там. И Шмелёв согласился на это. Но что он печатал там? Вот он сам рассказывает, что это было. Вот в 1947 году он пишет необходимый ответ письмо в газету. Письмо в газету «Русская мысль». Такая газета была в Париже. Её издавали эмигранты. Я решил печататься. Говорить то, что я говорил всегда о России, о её величии, о её материалем и душевно-духовном богатстве. Немцы, и не одни они, искажали подлинный лик России. Писали, что Россия историческое недоразумение. До сих пор, кстати сказать, пишут то же самое. Ни истории, ни культуры. Великая степь и в ней дикари. Немцы показывали этих дикарей, возя русских пленных и пригнанных стойком на камеонах по Берлину, одев в отрепья. Смотрите, дикарей, мы несем им культуру. Это было. Было. И многое другое. Куда страшней. О сём дошло и до русского Парижа. Оставить без ответа эту ложь. Мне как бы открывался случай в меру моих сил хотя бы в узах, то есть при оккупации, скрутивших слово, образно опровергнуть гнусную клевету. Я полагал, что мои рассказы о родном могут содействовать этой цели. Я не ошибся. Благодарное французское правительство присвоило Шмелёву звание почётного парижанина. То есть это облако, которое сгустилось над именем Шмелёва, особенно в советское время, когда советские специалисты по зарубежной литературе писали, что вот Шмелёв это коллаборционист, коллаборционист это, простите меня, изменник родины. Никогда не был Иван Сергеевич им. Вот вам свидетельство от него самого. Конечно, это затруднило его жизнь. Это сделало её особенно тяжёлой после смерти любимой жены в 1836 году. скончалась. Шмелёв к этому времени остался один. правду у него были друзья. Был Бунин, который не оставлял своего попечения Шмелёв. Правда, один раз Бунин оговорился, что вот Шмелёв, дескать, приветствует немцев, которые пришли в Россию. шмелёв. у Шмелёва сердце болело, чтобы эти большевики, чтобы эти коммунисты, чтобы эти красные террористы исчезли из России, ибо они её опоганили, ибо они её обезлюдили. Да, это у него было. Да, боль зарасстрелянного сына была в его сердце, безусловно, но она покрывалась вот тем светом, который жил в его душе. Представьте себе, в 1918 году в Алуште среди этого несчастья, которое терпит народ шмелё, и он сам, который живёт вместе и рядом, и так же, как все, он пишет прекрасную повесть «Неупиваемая чаша». «Неупиваемая чаша» – это в Евангелии, так сказать, символ страдания, переживания болезненного, застрадания. кто герой этой повести? Гениальный русский художник, сын простого маляра и простой какой-то женщины, Илья Шаронов. И он расписывает церкви, он пишет портреты, он создаёт красоту в том месте, где он живёт. Сам, кстати, красивый мальчик очень. Он эту красоту, до этой красоты поднимает всех своих земляков. повести заканчиваются тем, что барин женится на одной прекрасной женщине Анастасии. Илья пишет её портрет, потому что он влюблён в неё, она влюбляется в него. Вот такой любовью всепоглощающей, светлой любовью, которой нет никакой там близости даже, а вот эта всё любовь уже самовысокая. Эта любовь божественная. К сожалению, эта женщина умирает, рождая ребёнка, а вскоре умирает Илья Шерну. Но эта повесть, как не солнца мёртвых, а солнца живых проникает в творчество Шмелёва в эти несчастные для России дни. И для него тоже. Как он мог в этом мире, «Где за кусок хлеба могут убить, где отберут у тебя всё, где не пощадят никого?» Как он мог написать такую светлую, возвышенную, красивую вещь, как неупиваемая чаша? это говорит о том, что всё-таки наследие нашей великой литературы – это не наследие протеста, обличения, критики прежде всего, а наследие милосердия. вот того света, который был в Шмелёве, или любовь, как сказал Чуковский. А без света нет великой литературы. Мы не можем всё время находиться в подполье человека, где тяжело, где страшно, где его терзают комплексы, где он не любит людей. В этом подполье находиться душно. В книгах Шмелёва есть не только свет, но и воздух. Вот этот воздух России, который он любил, который он знал, и который он сумел воссоздать, неповторимым, неистребимым русским словом. В мае 2000-го года прах Шмелёва, покоящийся на Парижском кладбище Сен-Женеве в Дебуа, и прах его жены были перенесены в Россию, в Москву, в Донской монастырь. и Шмелёв, останки Шмелёва были похоронены рядом с останками его прекрасного, замечательного русского человека, его отца Сергея Ивановича Шмелёва. Они и сейчас там лежат, а где-то недалеко лежит Деникин, тоже вернувшийся в Россию своим прахом. Россия вот в эти годы, начало 2001-го, когда начался третье тысячелетие, в Россию вернулись многие люди, которых мы не знали, не читали и не могли поэтому любить, которые защищали её, которые верили в неё, но и которые были, наконец, её золотым запасом. Он вернулся на Родину, и это главное. Он этого хотел, он это завещал, и это завещание было исполнено. Я поклоняюсь имени этого человека сейчас. могу долго рассказывать о нём, о его книгах, о неповторимости его языка, его любви, которая разлита во всех его книгах, даже когда речь идёт о гибели, о насилии, о смерти невинных людей. Шмелёв велик. И вот в моём сознании это имя присоединилось к списку великой русской литературы, которая сохранила своё лицо даже в XX веке. всё. Всё. Всё.